Касаемо конкретно тюркских имен скифских царей, которых говорил Владимир Захаров. Словарь, который составил Абаев, да, он взял имена скифских царей, которые известны были, да, и стал переводить их якобы с языка осетинского. Понимаете, ни одного слова, вот чтобы оно было близкое, да, в осетинском языке нет. Многие делают одну очень грубую ошибку, как Владимир, когда из полного контекста нашей истории вырывают фрагменты, трактуют его так, как это им выгодно, или по невежеству, а другие это берут и начинают трактовать так, как им это выгодно. И когда начинают говорить о нашей истории, у них получается шизофрения. Во-первых, скифы занимали огромную территорию, это все евразийское пространство, были восточные скифы и другие. Это как огромная страна Россия, в ней другие народы. Если кого-то называли тюркским именем, хотя опять-таки не факт, что это наши слова попали к тюркскому или арабскому языку, корни происхождения. Но если кого-то называли тюркским именем, то это не значит, что теперь все осетины это не скифы. И вы начинаете обобщать, вам же выгодно. Насчет того, что Владимир говорил, что Абаев переводил скифские имена на осетинские, и что они переводились неадекватно, все это огрешили, определили. Чтобы на этот вопрос ответить, нужно знать мировоззрение скифов, не факт, что так и было. Но как я упомянул в своем прошлом ответе, наберите в поисковике славных предков имена автор Мурат Цагарай, где приводится список скифских, сарматских и оландских царей. И все они переводятся на нормальный, понятный, адекватный язык осетинский. Более того, со смыслом, несущим наше духовно-религиозное мировоззрение и культуру. Ну, в общем, нецело между говорить о нашем народе осетин-олан, то это и скифы, и сарматы, и оланды. И никакие мы ни тюрки, ни иранцы, а именно кавказские оланды. Субтитры сделал DimaTorzok